Всем добрый день, он поневает стаканчики, у меня укореняется тут купчиха, но поневаю я ее через вот такой вот golden spray. Уже можно срезать, наверное скоро. В общем часто спрашиваете, как у меня настроен подлив на моих участках, но у меня их пять участков, поэтому сказать, что у меня везде все прям одинаково нет, вот сейчас покажу вам как у меня настроен подлив на этом участке. То есть у меня имеется разделение на сектор, ну допустим сектор винограда, сектор дождевания купчихи, сектор тут малины, сектор вот теплицы вот те, там за теплицами еще там ряды с малиной. Вон там у меня, это соседский заросе, а там вот у меня еще два участка, маточник этой Магнуса и Мальвины и длинные грядки. Сейчас покажу, вот она Мальвина, вот он Магнус, маточник. И там вот еще 10 тысяч у меня высажено, ну разные сорта, там Азия, Квери, Сирия, там Лия, Сальса, тоже Магнус, тут на белых грядках у меня Капри, Вивара, Сан Андреас, там еще какие-то новые сорта, в общем, неважно. И все это поделено, все эти поливы поделены на сектор, вот допустим, вот это один сектор. Вот эти все белые грядки, нейтралы, это второй сектор. Вот те длинные ряды, они разделены там на два сектора, тоже, ну и поливаю, сначала один сектор, потом второй сектор. Ну и все у меня, все эти шланги у меня идут во двор. Сейчас, а вот у меня еще третий сектор, это у меня здесь рассадники под кассетную рассаду, там под саженцы. Зеленое черенкование, которое, то есть, вот они еще, вот он еще один сектор. Сейчас, значит, покажу, как они у меня настроены. Тут вот промежуточные идут, это у меня маточный корень ежевики, малины, и укореняются макушки здесь. Плюс тут промежуточные еще, вот виноградник вот этот идет, вот эти грядки, вот эти грядки с малиной. И, в общем, что, все трубы приходят вот сюда на кран. То есть, на кране у меня все разбито там по секторам, да, один сектор, второй, третий, четвертый. Это вода у нас, значит, натекает в бочку. То есть, я могу вот тут перекрыть кран, и у меня работает насос, чтобы он не давил туда в систему, а давил только в краны. Сейчас я насос покажу. Вот это, то есть, это в бочку идет, а вот эта вода из бочки идет, она идет через мощный насос. Ну, такой, более-менее. Конечно, она была, пожалил ее чуть-чуть денег, купил подешевле, за 16 тысяч лево. Там на другом участке у меня участки за 28, за 30, но тут чего-то не хватило мне денег. Взял у него вот такой насос, вот он мне давит, ну, давит нормально, 200-300 фолгеров он, ну, 300 нет, не знаю, но 200 фолгеров он продавливает одновременно. То есть, вот из бочки поступает в насос, и с насоса уже пошло через фильтр обязательно, пошло уже в систему. Система у меня идет, смотрите, это у меня идет на ту, на новую тиблицу, пока еще у меня там ничего нету. И вот у меня идет обратка с насоса, то есть, я в любой момент могу открыть и перемешать там какие-то удобрения. То есть, насос у меня будет гонять воду по кругу, ну, это для перемешивания там, как правило, удобрений такая система ставится. И с этой же, с насоса же, вот пошла труба, пошла на кран. Смотрите, вот она приходит у меня, ой, вот она, из бочки. Вот когда она открыта, насос давит, если я его сейчас закрою, то насос у меня тут автоматически выключится. Вот сейчас у меня включено что? Сейчас у меня включена купчиха, краник, и происходит дождевание. Остальные краники все перекрыты. Вот, смотрите, если мне надо, допустим, открыть принудительную автоматику, я беру, делаю вот так. Она срабатывает автоматически. И вот сейчас у меня происходит дождевание на рассаднике, где накрыта сеткой. Все, вот она сработала. Ну, это я принудительно включил, потому что прошел, смотрю, там подсохло. Вот так вот. И плюс у меня выходит, то есть настояк, давление воды, видите, такое нормально. Ну, все, вот такая система. Плюс всякие, это на голубику у меня пошел краник. Это вот у меня пошел краник, если мне надо открыть. Я открываю вот виноград и вот эти вот деревянные грядочки поливаю. Это ящики у меня под маточный корень стоят. Тут у меня просто слейки поливаю. Ну, вот такая вот, вот таким вот шлангом, простым гарденовским. Тоже удобно. Вот, включил и поливаю. В общем, вот такая система, интересно, сделал. Если кому понравилось, там, поставьте вот так. Кому не понравилось, можете вот так поставить. Кому нужны саженцы. Кассетная рассада, малина, голубика. Пишите, сейчас, в принципе, еще не поздно сажать. Сажайте и выращивайте клубнику. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока.